Итак, всем привет! Меня зовут Игорь, это сайт isochenko.biz. Сегодня мы поговорим с вами о Cinema 4D и о таком плагине для него, как X-Particles, который позволяет создавать частицы и управлять частицами. Конкретно сегодня мы поговорим о том, как с помощью этого плагина можно создать симуляцию жидкости. Сразу оговорюсь, что плагин не заточен конкретно под жидкость. То есть, если вам нужна какая-то сложная анимация, нужны какие-то сложные проекты с жидкостью, то, конечно, для этого лучше использовать более специализированный RealFlow. Если же это нужен простой стил, какой-то обычный не анимационный статичный рендер, то я думаю, что X-Particles вполне подойдет для таких задач. Итак, сегодня мы создадим картинку, обыкновенную картинку, мы не будем ничего помоделить, все возьмем из стандартного набора Cinema 4D, где вода, молоко, вода, в принципе, любая жидкость не имеет значения, наливается из кувшина в миску. Ну что, приступим. Итак, для начала заходим в Content Browser, и в Content Browser найдем, собственно, то, что нам нужно. У меня это находится в папке Broadcast 3D Objects Food. Мы возьмем отсюда вот такой вот классный кувшин, и сразу заберем отсюда вот эту вот Wooden Ball, дырянную миску. После чего Content Browser, в принципе, можем закрывать. Так, приближаем камеру, выделяем наш питчер, кувшин, и разворачиваем, и наклоняем его над миской. Делаем это для того, чтобы было видно, что вода выливается из нашего кувшина. Итак, теперь приблизительно то, что нам было нужно, мы получили. Может, стоит чуть-чуть отодвинуть кувшин и наклонить его чуть-чуть ниже над миской. Итак, теперь переходим в плагин Xparticles и выбираем палитру System. Это создает систему частиц, с которой мы будем дальше работать. Для того, собственно, чтобы у нас появились частицы, модификаторы и прочее-прочее, нам необходимо добавить базовую установку. Все это делается одной кнопкой. Нажимаем Add Basic Setup. Наша система частиц полностью создана. Теперь у нас есть эмиттер. Можем даже проверить, нажать на Play, который испускает наши частицы. Так, теперь нам этот эмиттер нужно подогнать под размер нашего кувшина и поместить его внутрь. Теперь заходим в Object и в пункте Emitter Shape выбираем Circle, круг. Emitter Shape позволяет создавать разные формы эмиттера, в том числе и произвольные, если вы выберете Object. В таком случае форму эмиттера можно будет задавать любым произвольным сплаймом. Не будем пока на этом останавливаться подробнее. Давайте уменьшим радиус. Я думаю, что 5 см нам будет достаточно. И поместим его внутрь нашего кувшина. Поместим внутрь и немножко повернем, чтобы он у нас совпадал по направлению с горлышком этой посудины. Так, ну, в принципе, в принципе, все окей. Можно поместить его чуть-чуть поглубже внутрь. Все нормально, все хорошо. И теперь меняем направление эмиттера. Ставим не Z+, а Z-, чтобы наши частицы извергались из эмиттера и спускались в другую сторону. Первую часть мы сделали. Мы создали, собственно, простейшую сцену и поместили в нее эмиттер частиц. Теперь двигаемся дальше. В любом случае, в реальной жизни, на все объекты, в принципе, которые нас окружают, действуют какие-то внешние и физические силы. В данном случае, самое первое, о чем нам следует подумать... Стоит еще чуть-чуть довернуть эмиттер. Вот так вот. О чем нам следует подумать, это сила гравитации, которая бы тянула наши частицы вниз. То есть, наша вода, по итогу, должна падать в миску, а не лететь из горлышка прямым потоком, так как в реальной жизни мы такое встретим вряд ли. Для того, чтобы добавить вот в эту систему гравитацию, переходим в System. И во вкладочке Add Object выбираем необходимый нам модификатор. В данном случае это Gravity. Как вы видите, в системе X-Particles на самом деле очень много модификаторов, которые позволяют создавать свет, которые позволяют вращать частицы по заданному пути, следовать по сплайну, создают какие-то силы турбулентности ветра и прочее, прочее, прочее. Но в данном случае нам конкретно нужна гравитация. Если посмотреть, вот она появилась, она обозначена таким желтым кругом. Смотрим, да, теперь наши частицы под действием силы гравитации начинают опускаться вниз. Итак, если мы сейчас присмотримся к нашей анимации, если мы ее включим, то мы увидим, что частицы все равно вылетают из горлышка слишком быстро. То есть в реальной жизни такого быть не может. Эту ситуацию надо исправить. Вода обычно капает вниз из носика вот этого вот чайника, кувшина, как его правильно назвать. Поэтому мы переходим в наш эмиттер. Щелкаем по нему. И переходим из настроек объекта в настройки, собственно, эмиссии. В настройке рождения частиц. Открываем вкладку Emission. Смотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, Speed. Это начальная скорость, с которой частицы выбрасываются из эмиттера. Давайте сделаем ее поменьше. Ну, путем подбора, когда я готовил этот урок, я понял, что самое лучшее это 20 сантиметров для этой сцены. Вот, теперь наши частицы начинают падать более-менее правильно. Уменьшим немножко радиус самих частиц. Так как капля воды диаметром 5 сантиметров, ну, в реальной жизни нам тоже вряд ли встретится. Давайте поставим 0,9. И еще один массу мы не трогаем, оставляем ее единицей. Еще один параметр, который нас интересует, это Birth Rate, то есть частота рождения. Сколько частиц будет у вас рождаться в секунду? Тысяча для нас слишком много. Мы получим слишком плотный поток, который, наверное, просто физически не мог бы поместиться в этом кувшине. Поэтому давайте поставим 100. Так, смотрим, что у нас получилось. Да, вот теперь это уже, наверное, ближе к истине. Давайте чуть-чуть подвинем камеру, чтобы было лучше видно. Да, это больше похоже на правду. Но у нас появилась еще одна проблема. Если вот сейчас отодвинуть камеру, мы видим, что наши частицы проходят абсолютно сквозь нашу миску, не затрагивая ее. Вода, которая падает в миску, должна в ней скапливаться, но не должна проходить сквозь физический объект. Значит, что для этого нам нужно? Нам нужен коллайдер. Коллайдер тег, который бы сказал системе частиц, что наша миска – это твердый объект, и частицы проходить сквозь нее не могут. Миска у нас представлена вот такой вот нулевой группой – wooden ball. Открываем ее, щелкаем по ball.latte.nerbs правой кнопкой мыши, заходим в список тегов xparticles и добавляем миски тег коллайдера. Теперь проверяем анимацию. Вот. Теперь мы видим, что частицы никуда не деваются, они остаются в нашей миске. Замечательно. Единственное, чего, наверное, сейчас не хватает нашим частицам – это объем. Это, собственно, самой жидкости, потому что если мы сейчас нажмем на рендер, мы не увидим ничего. Отдельно миска, отдельно кувшин. Частиц нет. Итак, как, собственно, сделать визуализацию? Для того, чтобы сделать визуализацию наших частиц, нам необходим генератор. Вот здесь вот у нас есть вкладочка Generators, которая пока пуста. Переходим опять в общую вкладку System. И во вкладке Generator Objects выбираем Skinner. Этот генератор будет обволакивать наши частицы полигонами. То есть будет оборачивать их в полигоны, за счет чего будет создаваться впечатление, что мы имеем дело с какой-то жидкостью. То есть этот поток будет непрерывный. Итак, добавляем в сцену элемент Skinner. Смотрим, что получается. Так, пока получается полная фигня. Пока мы видим огромную оболочку вокруг нашей сцены. Собственно, этот генератор нужно настроить. Щелкаем по объекту Skinner. И во вкладке Objects смотрим, что нам, собственно, нужно, что поддается настройке. Во-первых, это настройка Polygon Size. Она регулирует размер полигона, который будет создаваться вокруг каждой отдельной частицы. Попробуем поставить единицу. Так, то, что мы видим, уже гораздо лучше и уже ближе к истине. Но если мы сейчас нажмем на Render, то увидим такую же огромную картинку. Почему это происходит? Потому что вот эта вот настройка Polygon Size отвечает только за отображение полигонов в окне редактора. Настройка Render Polygon Size отвечает за размер рендера. Выставляем здесь единичку. Смотрим, что у нас получается. Вот так уже лучше. Хотя пока вода еще на воду совершенно не похожа. Ей не хватает какой-то гибкости. И вообще это пока мало похоже на жидкость. Возвращаемся к нашему Skinner. Так, попробуем еще немножко уменьшить размер. Поставим 50 мм по полсантиметра. Проверяем. Да, стало выглядеть еще лучше, но не актив. Что у нас есть еще? Есть такая настройка, которая называется Speed Stretch. Она отвечает за вытягивание этой оболочки Skinner в зависимости от скорости падения частиц. От скорости влияния на них каких-то факторов вроде гравитации и прочего. Мы включаем эту настройку и попробуем ее увеличить. Так, стало еще немножко лучше наша картинка. Возвращаемся в Skinner. Так, выставляем эту настройку в принципе на 100% для полного сглаживания наших полигонов. И заходим в раздел Smoothing, сглаживания. Здесь есть такой пункт, по умолчанию он выключен как сглаживание геометрии. Включаем его. Вот теперь это больше похоже на правду. Количество итераций, то есть повторений при сглаживании увеличиваем. Выставляем их, например, на 15. И силу увеличиваем до 100%. Вот теперь это больше похоже на правду. Вернемся от начала, посмотрим на нашу анимацию. Так, ну то, что мы видим, пока не очень похоже на буду, потому что поток частиц фактически у нас постоянно прерывается, в то же время как он должен быть непрерывный и бесконечный. Возвращаемся в настройки Skinner. И здесь есть такая настройка как Surface Level. Чем она меньше, тем больше разрывов поверхности между полигонами, тем более разорванную мы получаем поверхность. Чем эта настройка увеличена больше, тем более у нас поверхность непрерывная. Поэтому Surface Level выставляем на 100%. Ну и вот, что мы получаем в результате наших действий. Теперь, в принципе, вода похожа на воду. Она не выливается из чашки. Она льется вниз под силой гравитации. Осталось только добавить ей, в принципе, более-менее похожую на воду текстуру. Давайте это сделаем. Значит, двойным щелчком в корзине текстур создаем новый материал. И открываем его для редактирования. В принципе, у нашей воды нету ничего, кроме прозрачности. Прозрачность мы сейчас будем настраивать. В поле Refraction Преломление выставляем значение 1.52. Это постоянное значение преломления цвета для воды. В пункте Текстура выбираем фильтр. И для фильтра прозрачности мы вместо черного зададим белый цвет. Для этого кликаем по окошку цвета. Здесь выбираем Color. И, собственно, цвет у нас по умолчанию уже белый. 255 по RGB. Возвращаемся назад. Absorption Color можем задать, но, может быть, с каким-то легким голубоватым оттенком. В принципе, все. Наш материал готов. Осталось его только применить. Для того, чтобы применить наш материал к частицам, перетягиваем его на наш генератор Skinner. Смотрим, что получается. Собственно, все. Наша вода готова. Осталось, по желанию, настроить освещение, добавить какой-то задний план. Возможно, добавить какой-то стол, на котором стоит миска. Самым главным, с тем, как создать вот этот вот эффект падающей воды, мы, в принципе, разобрались. Поэтому все. Всего доброго. И до встречи в новых уроках.